Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы вспоминаем преподобного Иоанна Лествичника. У нас вот неделя, четвертая Великого Поста, посвящена именно этому подвижнику, величайшему аскету, сочинение которого сквозь века хранит основные истины духовной жизни. И вообще Великим Постом, на самом деле, по древним таким вот уставам положено полностью прочитывать Лествицу. А почему так называется его книга? Это, собственно, как Лествица к краю, иногда полное такое название, как Лествица к краю, то есть вот эта вот лестница, которая нас от земли возводит к небесам. И мы тут сразу можем вспомнить знаменитую Лествицу Иакова, когда Ветхозаветный праведник, вот этот простосердечный, кроткий и чистый душой человек созерцал лестницу, которая простиралась от земли до неба, ангелы Божии восходили и не сходили по ней, а наверху сам Господь. И вот это видение праводца Иакова, оно исполнилось уже с пришествием Христа. Вот когда Спаситель призывает самых первых своих учеников, это мы в Евангелии от Иоанна можем прочитать, то Он им говорит, «Отсели вы узрите небеса отверстами и ангелов Божиих, восходящих и не сходящих к Сыну Человеческому». То есть, собственно, вот эта чудная, удивительная лестница, которая соединяет землю и небеса людей, конечно, грешных, но кающихся, и рай, Божие Царство. Эта лестница, она выстроена уже самим Сыном Божиим. И поэтому каждому из нас действительно дается вот такой вот ангел, ангел-хранитель, который и пытается нас, вот словно непослушных чад, за руку потихонечку возвести от земли до неба. Но этот путь, это путь именно духовной жизни. И исполняют его те, кто в своей жизни вот и верен Господу до конца. И таковым был как раз преподобный Иоанн Лествичник. Он жил на рубеже VI-VII веков. О нем не так много известно. Вот в древности аскеты, они старались особо о себе не рассказывать. Поэтому имеющиеся какие-то вот записи, это либо вот ученики делали некие наброски, такие потеряковые сказания. И из них известно нам, что, конечно же, преподобный Иоанн, он, видимо, был из такой благородной семьи, потому что он получил хорошее образование. И это образование и позволило ему писать книги. Но уже в юном возрасте, примерно ему было 16 лет, он решил всецело отречься от мира, от нашего лукавого, грешного, развращенного мира, и посвятить себя Господу. И для этого он ушел в очень такой строгий монастырь на Синайской горе. Когда-то этот монастырь назывался обителю Неополимой Купины. Потом он уже в древних потеряках, он нам известен как монастырь горы Синай, а затем уже как монастырь в честь великомученицы Екатерины, потому что там был построен храм в честь этой святой угодницы. И там это вот такие раскаленные места. Пустыня, которая сожигается днем беспощадными лучами солнца, но именно там просиял истинный свет благодати Христовой, благодаря вот этим удивительным подвижникам, которые населили эти безжизненные места, селились в расселенных между скал, у них были свои пещеры, и на самой горе Синай целая обитель. И вот там преподобный Иоанн, он вступает под руководство святого Мартирия. Он отказывается всецело от своей воли. И проходит какое-то время, когда уже он достигает определенного уровня, и ему благословляется жить отшельником на некотором удалении от горы в пустыне Фола. Древние сказания сохраняют нам один такой случай. У него был ученик Моисей. И вот этот ученик, он тоже старался жить по заповедям Божьим, и принято было, конечно же, и откровение помыслов, то есть ничего не скрывать от своего наставника, все исповедовать. И, соответственно, души подобных монахов, они были, во-первых, всецело открыты в исповеди Господу, но и была определенная такая взаимосвязь между учителем и учеником на сердечном уровне. И вот однажды, когда преподобный Иоанн Лесвичник находился на некотором удалении и стал погружаться в сон, а в это время как раз ученик его, Моисей, он после трудов тоже утомился, лег под камень и решил поспать. И неожиданно преподобному Иоанну вдруг является какой-то благообразный муж, вероятно, это был ангел Божий, который говорит, почему ты сейчас пребываешь в нерадении, ведь твоему ученику угрожает смерть. И тут же преподобный Иоанн, пробудившись, стал усиленно молиться своему ученике Моисею, а Моисей сквозь сон услышал, как будто Иоанн зовет его, проснулся, поднялся, и камень, вот этот огромный валун, он падает на это место, где лежал его ученик Моисей. Вот так вот Господь спас ученика по молитве преподобного Иоанна, так вот проявлялась прозорливость подобных великих отцов церкви, и вот так мы видим, что Господь хранит тех, кто старается быть именно искренним послушником, не скрывать какие-то свои падения, прегрешения, как вот эти вот монахи, они открывали друг другу даже помыслы, открывали своим наставникам, потому что через это Господь иной раз спасает тебя от смерти, подавая благодатное откровение твоему духовному учителю. И вот именно преподобный Иоанн Лествичник стал духовным наставником многих и многих христиан и подвижников последующего времени. Он был избран в конце своей жизни игуменом Синайской горы, и проведя вот несколько лет в таких трудах, затем вновь удаляется в уединение и пишет книгу, где фиксирует свой духовный опыт. Вот Лествица, надо понимать, что Лествица – это не какие-то философские рассуждения, это не записи художественные, это не воображение ума какого-то вот писателя, а это именно личный такой вот непосредственный опыт Святого Отца, который, несомненно, вобрал в себя и опыт предшествующих Отцов Церкви. Лествица, она выстраивается действительно как определенная такая лесенка от первых начальных ступеней духовных вплоть до самых высоких степеней духовной жизни, начиная от отречения от мира, потому что невозможно приблизиться к Богу, если ты своим сердцем еще привязан к этому грешному, бушующему в страстях, миру. А подымает вот эта Лествица вплоть до бесстрастия и союза трех христианских добродетелей, веры, надежды, любви, из которых любовь есть царица, царица добродетели. И вот многие из утверждений и высказываний преподобного Иоанна, они стали в каком-то смысле вот такими афоризмами, принятыми последующими отцами-аскетами. Ну, например, вот такое выражение преподобного Иоанна Лествичника «Бей супостатов именем Иисусовым, ибо нет сильнее оружия ни на небе, ни на земле». То есть, когда к тебе приступают какие-то грешные помыслы, соблазны плотского характера или какого-то иного, может быть, ты слишком раздражителен или вспыльчив, и не можешь совладать с собой, вот ты вспомни про имя Иисусова. А в данном случае, конечно же, преподобный Иоанн Лествичник подразумевает молитву Иисусова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И, внимательно произнося такую молитву, ты уже будешь побивать супостатов, то есть, вот этих грешных помыслов, а заодно и бесов, подлинных наших врагов, которые подкидывают нам подобные злые мысли. Всякая злая мысль – это, несомненно, произведение злого духа. Ну, конечно же, и человек тоже, бывает, их рождает, и в этом смысле он уподобляется злым духом. А когда мы побеждаем в себе всякий злой помысел, то мы уже уподобляемся ангелам. И путь духовной жизни, на самом деле, это и есть путь вот такого уподобления небожителям, в конце концов, для того, чтобы достичь богоподобия и восстановить в себе порушенный образ Божий. И вот преподобный Иоанн дает нам свои удивительные наставления, и на самом деле, это не только для монахов такое назидание, которое в монастырях они внимательно изучают. А именно нам, простым людям, живущим в миру, наставления преподобного Иоанна могут как раз подойти, потому что святые отцы на своем личном пути преодолели те проблемы, которые обуревают сейчас нас. И вот то, что мучает нас в повседневной жизни, мы подчас не можем найти мира друг с другом. Почему семьи рушатся, да? Почему постоянно какие-то вот разводы, обиды, сплетни, зависть? Да потому что у человека неупорядочена его душа, неупорядочено его сердце. А если у тебя неупорядочено сердце, если в голове у тебя беспорядок, и мысли твои скачут туда-сюда, и они сменяются какими-то страстями, греховными пожеланиями, то как ты наведешь порядок в своей собственной жизни? Вот именно преподобный Иоанн Лествичник, он и учит нас упорядочивать свой собственный внутренний мир. Тот, у кого порядок наведен в уме и в сердце, тот упорядочит и всю свою жизнь. И тогда и в семье, во взаимоотношениях с супругой, в воспитании детей, на работе, в отношениях с руководством, или наоборот с подчиненными, с коллегами по работе, все будет выстраиваться в правильном и гармоничном ритме. Ибо когда Господь Бог у тебя на первом месте, то все остальное занимает свое положенное ему место, упорядочивается вся жизнь. И вот преподобный Иоанн Лествичник, он как раз говорит нам, ну, во-первых, вот, допустим, такая простая его мысль. «Посвящай начатке дня твоего Господа, ибо кому прежде отдашь их, того они и будут». Если утром мы вскакиваем и сразу хватаемся за смартфон, и тут же начинаем читать какие-то глупые смс или погружаться в мирские новости, и тут же наша душа наполняется страхами, тревогами, негодованием, раздражением, то и весь день у нас пройдет в таком каком-то бешеном и ненормальном ритме. А ты, поднявшись от сна, посвяти начатке твоего дня Господу, и пусть рука, которая тянулась, вот уже как такой дурной инстинкт и рефлекс дурной выработан, что она тут же, рука тянется к смартфону, вот запрети себе, возьми вначале молитвослов, прочитая какие-то молитвы. Даже если это смартфон, пусть на смартфоне будет установлен молитвослов, псалтырь, священные тексты, текст Евангелия. Также прекрасно иметь рядом с собой четки, чтобы уже утром, да, или когда ложишься на ночь, по четкам прочитать какое-то число молитв Иисусовых. Вот как преподобный Иоанн Лесвичник, он тоже говорит, что молитва, она правильная тогда, когда мы именно ум заключаем в слова молитвы. Собственно говоря, святые отцы все, что нужно, они уже и вложили в содержание молитв. И наше обращение ко Господу, да, и благодарение Его, и просьба о том, чтобы Господь нам помог в каких-то жизненных ситуациях. То есть внутри молитв все есть. Нам достаточно просто вот не гулять умом своим, ничего не воображать, а внимательно, с теплым сердцем произносить данные нам, святыми отцами, молитвы. И такая молитва, она будет запечатлеваться внутри. Вот как преподобный Иоанн еще тоже об этом говорит, что у тех, кто внимательно молится, потом молитва, она уже даже и во сне может читаться. И это бывает у нас, когда вот некоторые христиане благочестивые, которые часто посещают богослужения, то и сны потом им тоже снятся святые, не какие-то греховные, соблазнительные сны, а во время сна вдруг могут какие-то фрагменты служб, всеночного бдения, полилейного богослужения. И такая душа, получается, в ней вот эти впечатления святые, даже во сне, когда вроде бы ум отключен, они тогда проявляются. Это признак того, что освящается вся жизнь. Ну вот, вы можете спросить, почему так вот мы вроде бы молимся, просим о чем-то Господа, но Господь нам не всегда помогает и не всегда слышит нашу молитву, даже посылает какие-то беды, эпидемии, болезни, и на это преподобный Иоанн Лесвичник отвечает. Вот, зачитаю его слова. «Все, просящие чего-нибудь у Бога и не получающие, без сомнения не получают по какой-либо из сих причин, или потому, что прежде времени просят, или потому, что просят не по достоинству и под тщеславию, или потому, что, получивши просимое, возгордились бы или впали в нерадение». То есть, бывает так, что какая-нибудь девушка, вот ей понравился парень, и она тут же начинает просить священника, вот, говорить, «Хочу только с ним встречаться, помолите за меня, батюшка, чтобы он был именно со мной». С ней разговариваешь и говоришь, а ты уверен, что вы друг другу подходите, что у вас действительно будет такой сердечный, единомыслием. Но у нее голова настолько вот кружится, что она хочет вымаливать только его и не видит своей реальной души. То есть, здесь вот эта влюбленность и пристрастие, оно закрывает глаза. И Господь такую молитву, Он может не исполнить, потому что это на благо данной девушки. Иногда бывает так, что они добиваются своего, но проходит какое-то время, и они видят, что друг другу не подходят, и что напрасно, в общем-то, вымаливали у Господа этого. А причина в том, что вовремя не смирились и не захотели принять волю Божию. То есть, иногда мы просим то, что нам не полезно. Иногда мы слишком тщеславны, и Господь на тщеславной душе не отвечает, а наоборот, Он не посылает какие-то беды, чтобы исцелить наше тщеславие. Вот как об этом говорит преподобный Иоанн Лесвичник, например, болезнь посылается иногда для очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение. И когда нам подаются вот подобные беды, то мы становимся вот уже на свой уровень, мы понимаем, что не настолько-то вот мы велики и значимы, и весь наш научно-технический прогресс, он подчас как колос на глиняных ногах, так что не может справиться с какой-то там элементарной эпидемией. То есть, Господь нас через все это смиряет, достаточно быстро показывает нам наш недостаток, нашу ограниченность, и мы тогда понимаем, что без Бога человек ничто. И вот когда только смирится душа, такой смиренной душе, Господь и подает то, что ей нужно. Вот как и преподобный Иоанн Лесвичник, и другие святые отцы, и святитель Игнатий Бринчанинов говорили, что на самом-то деле действие молитвы и действие смирения – это одно и то же действие. Вот казалось бы, как это так, что вот одно дело смиряться, другое дело молиться и просить чего-то у Господа. А на самом деле это одно и то же. И Господь слышит именно смиренную душу. Вот ту чистую, простую, открытую Господу душу, в которой порушены вот эти идолы тщеславия, гордыни. Эту душу Господь и слышит. Вот сам святитель Игнатий Бринчанинов, который во многом опирался на преподобного Иоанна Лесвичника, он вспоминал, что когда он только-только пришел в монастырь, он последовал за преподобным Леонидом в схеме Львом Оптинским, а сам святитель Игнатий, он был из дворян. И его стали ставить на самые такие вот простые, крестьянские, можно сказать, послушания. А святитель Игнатий, он тогда Дмитрий был Бринчанинов, настолько его душа действительно вот горела вот этим аскетическим идеалом, и он много читал святых отцов, что он эти послушания исполнял, ну прям вот как порученные самим Богом. И он рассказывал, что когда в амбар его вот завели, и на его плечи вот так вот бросили мешок с каким-то зерном, и когда его вот эта пыль от мешка обдала, то он почувствовал неизреченное смирение, и при этом особое какое-то... до этого он никогда этого не испытывал благодатное действие в сердце. И вот это вот благодатное чувство держалось в нем достаточно долго, потому что душа его со смирением принимала эти труды. А еще однажды, вот это было у него дважды в жизни, когда он разносил трапезу для братья монастырской, и вот входя с подносом, разнося вот эти блюда, он мысленно произнес, «Приимите от меня, рабы Божии, это убогое служение». И он так немножко поклонился, и тоже почувствовал удивительное благодатное действие в сердце, которое держалось в нем достаточно долго, и при этом молитва из сердца шла сама собой. Он давно обучался молитве Иисусовой, вот еще будучи студентом военно-инженерного училища, иногда ночь напролет проводил в молитве, но именно в монастыре, когда он проходил вот это вот смиренное служение ближним, где-то терпел несправедливости, безропотно их принимал, то именно там молитва и стала такой самодвижущейся, можно сказать, конечно, на какое-то время. Она сама собой шла из сердца без каких-то препятствий. Почему так? Потому что сердце его стяжало смирение. И вот преподобный Иоанн Лесвичник, он и пытается донести до нас эту мысль, что подлинно счастливо сердце, в котором обитает смирение. И такое сердце, оно сможет преодолеть любую проблему и внутри семьи, и на работе, и в общественном транспорте, и где-то там на дорогах, где случаются какие-то трения, склоки, когда вот пробки, движение такое насыщенное, и у людей нервы не сдерживают. Мы не можем, конечно, пересказать всю Лесвичницу. Мы коснулись только некоторых таких вот мыслей, которые преподобный Иоанн пытается донести до нас. Поэтому было бы прекрасно каждому из нас хотя бы вот один раз за Великий пост взять книгу Лесвичницу и прочитать, ну, хотя бы что-либо, хотя бы слово 26-е, которое называется «О рассуждении помыслов, страстей и добродетелей». Вот это вот слово 26-е «О рассуждении помыслов, страстей и добродетелей» особенно подходит и для нас, для ныне живущих христиан, которые не в монастыре, они где-то там отшельники, и эти наставления помогут нам распутать жизненные ситуации, навести порядок прежде всего в нашем сердце, а через это и упорядочится вся наша жизнь. Остается нам только молитвенно обратиться к преподобному Иоанну Лесвичнику, чтобы он укрепил и благословил нас на добрый труд во время Великого Поста. Преподобне Отче Иоанне, моли Бога о нас. Аминь.